Вот после этой подготовки нужно переходить к, во-первых, необычайно интересным, а во-вторых, к жизненно важным вещам. Давайте попробуем рассмотреть какую штуку, как эволюционная судьба аллея. Для этого придется нам внести три обозначения. Мы с ними уже с вами баловались, на примере всех предыдущих анемий. Так, аллели можно поделить на следующую группу – положительная, отрицательная и нейтральная. При этом, какие аллели можно считать положительными? Какие мутации можно считать? Которые повышают процессорность в среде в данном месте. Да, то есть, которые повышают шансы в естественном отборе для опосных. Понятно? То есть, носитель положительной мутации, скорее всего, пройдет естественный отбор, разносится, его потомки у наследуют. Хорошо. Какие аллеи называются отрицательными? Те, которые понижают шансы. Те, которые понижают шансы. Да, мы понижают. Предельно в случае витальной мутации. Ну и, наконец, какие аллеи называются нейтральные? Витальная мутация. Которые почему-то нет? Да. Те, нейтральная мутация, в общем-то, шансы отдаются неизменными. Значит, это, что нейтральная мутация вообще никак не повлияла на события в организме. Нет, нет. Нет. Дело в том, что последствия ее могут давать как плюс, так и минус. Так? Но суммарный эффект оказывается рядом с нулёй. В чем-то выиграл, в чем-то проиграл. А в сумме имеют примерно те же самые шансы на размножение. Это не мутант нарушает. Хорошо. Какие разные судьбы будут в этом случае у этих аллеи? Разные судьбы. По отношению к закону Харди Вайберг. Давайте смотреть. Разберем два разные случая. Вот у нас, напоминаю, вот у нас граница одной популяции, граница не произошла. То есть мутация, которая находится. Если мутация доминантная, редкий случай, но бывает. Скажите, пожалуйста, закон Харди Вайберга останется нормально работой все утверждения. Закон Харди Вайберга, если мы имеем дело с положительной доминантной мутацией. То есть частота встречаемости этой аллеи так и останется постоянной? Поличная. То есть поколение в поколение. Поличная. Понятно. В носителе этой мутации выше шанса пройти, естественно, отбор. В каждом поколении все больше и больше процентов. Именно таких носителей будет встречаться. То есть частота быстро возрастает. Хорошо. А в этом случае что произойдет? А нейтронически сразу будет. Ну, не сразу. Ой, к сожалению, не сразу. Дело в том, что результаты нейтронатации проявляются не с самого рождения у детеныша, а строго определенная время. Ну, представьте себе, если я мутировал признак, который будет определять успешность секреции молока женщин при выкармливании детеныша. Это признак, что прям с дня рождения девочек проявляется? Нет. Нет. Должно пройти достаточное время, чтобы возникла ситуация, когда этот признак будет реализовываться. Хорошо. Хорошо. Допустим, лично я являюсь носителем аллеля, определяющего раннее облачение. Раннее, это который? Но все-таки лет в 30-40. Включение всей юности, это аллеля работает или нет? Нет. А лет в 30 я превратился в реальный шаг. Он полностью утратил. Кстати, лет в 30 яйти есть реально. И догадайтесь, будет ли он иметь сцепенность с полом или не будет? Будет. Будет, но обратный случай по отношению к нему с ребенком. Редкий вариант к обратному случаю по отношению к нему с ребенком. То есть реализуется он в основном цередиковым. Среди мужчин. А переносчиком его кто является? Ну, как всегда, ручка-дружка. Раннее облачение, такая есть. Падение резкое, но вовсе не обязательно одномоментное. Одномоментное падение будет только в каком случае. Когда мутация летальна. Вот тогда действительно опал, все эти колени, просто ничего не идет. Хорошо, разобрали. А вот теперь разберем историю типового. Рецептивная мутация. Положительная рецептивная мутация. Будет ли изменяться рельная частота в общей мутации? Будет, но очень медленно. Будет очень медленно. У кого она будет проявляться? У мужчин. У веков потолков. У каких потолков? У всех насилий? Да у кого нет. У тех, кто... Только у гумазиков по адематации. Итак, возрастание частоты встречающих есть, но еще нет. Хорошо. Теперь берем самый частный случай. Вот это самый частный случай. Рецептивная отрицательная мутация. Что будет в этом случае? Количество. Будет не количество. Медленность будет понижаться. Частота встречаемости будет медленно снижаться опять за счет гонозивого по одним признакам. Медленность будет. А вот теперь давайте подумаем. А может ли, естественно, уничтожить летальную аммутацию, аммутацию вызывающую смерть организма? Если летальная аммутация, то есть сильная. Вот давайте посмотрим, как в данном случае будет выглядеть сценарий. Вот у нас исходное поколение. С этим поколением все нормально. Вот у этого друга произошла мутация, реализация которой приведет к смерти. Скажите, этот организм умер или он живет совершенно нормально? Совершенно нормально. Совершенно нормально. Теперь у его потомки в поколении родится организм, годная по этому оленью. Но только шанс один-трех. Как? Как? Не по тому оленью. С кем он может скрещиваться? Если мы сдерживались. Могут ли родиться потомки? Говорите, годная по многоденке. Нет. Нет, не может. Знаешь, ВФ1. Внешний наблюдатель увидит или нет, что произошло с смертью. Ну так, что нет. Ничего не видно. Все здоровьи. Все чудесно. Вот теперь чисто теоретически ВФ2 может что произойти? Я не знаю. Получится, значит, в северном зиму. Если 2, то в северном зиму. В северном зиму может получиться? Может получиться. То есть, северном зиму, но в одном единственном случае. Если встретятся 2 гетерожигота. Понятно? Вот это мероприятие. 2 гетерожигота. А у гетерожигота проблемы есть? Или все нормально? Все нормально. Все абсолютно нормально. Но впервые проявилось действие летального матерца. Вот он, первый случай, когда мы живем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова